Здравствуйте, мои дорогие! Я счастлив приветствовать вас в эфире еврейской еженедельной телевизионной программы АЛЕФ. Мы приближаемся с вами сейчас, наверное, к самому важному времени в году, празднику, когда мы будем отмечать выход из Египта, выход из рабства, празднику свободы, празднику Песах. О самом празднике Песах и о многих его важнейших аспектах мы сегодня поговорим с ведущим преподавателем Международного гуманитарно-педагогического института Бейтхана Равином Давидом Альтманом. Добрый день, Рав Альтман, приветствуем вас. Правда ли, что праздник Песаха – это самый главный праздник всего еврейского календаря и, собственно говоря, основу всех праздников? У нас в нашем календаре каждый праздник, который подходит, он становится самым главным в году. Но уникальность Песаха, я думаю, в том, что, во-первых, беспрецедентные подготовки, если так брать первый физический уровень, материальный, это беспрецедентные подготовки, потому что переворачивается весь дом, все моется, все вычищается, и такого действительно нет. Когда люди приходят к празднику, они действительно чувствуют праздник, потому что они могут, наконец, отдохнуть. Но, кроме того, это праздник начала. Это месяц Ниссан, как мы знаем, календарь наш не такой простой, потому что года мы отсчитываем с месяца Тишрей, а месяцы мы отсчитываем с Ниссана. Первый месяц у нас Ниссан. Вот прошедший Адар, он завершил год. И теперь мы начинаем новый месяц, и это начало года, и это первый праздник в году, получается, и это первый праздник еврейского народа, потому что тогда народ стал народом, тогда он вышел. То есть вот это вот, неспроста это совпадение, это неправильное слово будет сказать, да, это так Всевышним устроено, что это начало всего, поэтому, ну, есть такое понятие, начало, это как в детстве, детство еврейского народа, и как в детстве все закладывается, как в какой-то плане основа всего будущего года, так и в праздниках Песлах есть какое-то начало и основа всего будущего года. Очень много привязано именно к вот этому моменту исхода из Египта. Через 50 дней после Песлах это будет праздник Шавуот, а многие праздники потом уже наслаивались за многолетнюю историю еврейского народа, такие как Ханука или Пурим. Но были же праздники и до Песлаха. Праздник Роша Шана был намного раньше, ведь это же день сотворения Всевышнего Человека и сотворения мира. Или евреи не отмечали Роша Шана и Йом-Кипур до тех пор, пока они вышли из Египта? Это на самом деле, вы понимаете, очень сложный такой теологический вопрос, потому что с одной стороны Роша Шана действительно это вроде бы праздник или дата, скажем так. Трудно сказать, что суд это праздник, потому что это суд всего человечества. И тогда Адам был на суде, Адам вышел из оправданным, так сказал Всевышний, что этот день будет теперь днем суда для всех. Но повеление и возможность, как бы сказать, выйти из этого суда и выйти из обычного хода и природного хода вещей, она получена нами на горе Синай. Вот то же самое, вот просто уникально вы сказали про Роша Шана, а я вам скажу про Шаббат. Шаббат мы отмечаем почему? Если мы посмотрим, то первое, что приходит в голову каждому человеку, потому что Всевышний отдыхал в седьмой день. Поэтому мы отмечаем Шаббат. Он шесть дней работал, седьмой день отдыхал. Но если мы посмотрим текст Кедуша, который произносится в Шаббат и текст многих молитв, там мы говорим Зехарлиц и отмечраем в память о выходе из Египта. Да, ну и в декологии что же там упоминается? Помни день субботний, ибо я вывел тебя из Египта. Ибо я вывел тебя из Египта, да. Как вообще Шаббат связан с Египтом? Как Шаббат связан с Египтом? Все действительно спрашивают этот вопрос. И здесь нужно сказать следующую вещь, что действительно этот день, он был особенным у Всевышнего уже с начала мира. Но вот это повеление прекращать ход, есть такое понятие, что нееврею запрещено соблюдать Шаббат. Не запрещено соблюдать Шаббат вообще отмечать этот день, ему запрещено соблюдать его по тем канонам еврейского закона, еврейской аллахии, который существует. Почему? Потому что сказано Ноаху, после того, как он вышел из потопа, впредь ход природы, ну я своими словами скажу, впредь ход природы не прекратится. Ты не имеешь права, человечество не имеет права останавливать и выходить за рамки природы. И вот Шаббат, прекращение природной любой деятельности вообще физической, это было подарено еврейскому народу на горе Синай, то есть в память тоже выходя из Египта. То есть здесь вот так вот соединяются две эти вещи. То, что до, в принципе, связано с началом мироздания, начало заря человечества и выход из Египта. То есть таким образом, как бы еврейский народ отделен, получил дополнительные какие-то вещи по сравнению со всеми остальными потомками, но... Совершенно верно. Именно он получил возможность выйти из обыденного хода вещей. Опять, если мы скажем про тот же Роша Шана, то есть Всевышний судит все народы. Он сообщил кому-то о том, что он судит. День суда, никому не сообщается, выносится приговор. Нам сообщено было на горе Синай и дана возможность этот суд изменить. Согласитесь, что неплохо, когда ты знаешь, что тебя пригласит суд, и ты можешь к этому времени нанять хороших адвокатов. А я задам сейчас очень детский вопрос. В Песах мы отмечаем выход из Египта, но мы знаем, что главное событие всего человечества – это Синайское откровение, то есть это праздник Шавот. Я задам такой вопрос. А какой праздник главнее? Я опять скажу, что каждый раз, когда мы подходим, каждый становится главным и неповторимым, но Песах и Шавот действительно связаны неразрывной связкой. Шавот отсчитывали действительно 50 дней от выхода из Египта. И здесь очень важная вещь. В свое время были знаменитые демонстрации в Советском Союзе еще отказников, которые выходили с плакатами. Вы, конечно, помните эти вещи. «Отпусти народ мой». Так вот, такой фразы нет в Торе. Точнее, она есть, но она неполная. А фраза звучит «Отпусти народ мой, чтобы они служили мне». То есть, если мы берем только первую половину этого стиха, это значит, выходим на свободу. А дальше что? А дальше делаем, что хочешь. Это не было целью выхода из Египта. Целью выхода из Египта было выйти на свободу, чтобы получить Тору и служить Всевышнему. А знали ли евреи, что они выходят на свободу с целью получения Тору? Потому что Моисей, ведь он очень довольно хитро обманывал всех. Он говорил фараону на три дня отпусти. Евреям говорил, вот выйдем, послужим и назад придем. И насколько я понимаю, евреи, когда выходили из Египта, они не очень себе хорошо представляли, на что они подписываются. Да, так действительно говорят комментаторы, что, может быть, фараон точно, и это тоже вопрос, почему Моисей не сказал ему напрямую. Он мог бы сказать ему и напрямую, мы хотим уйти всегда. Не хватило бы десяти казней, сделали бы одиннадцать, двенадцать, на какой-то бы он сломался. Это тоже вопрос, почему нужно было вообще обманывать фараона. Но действительно и фараон, и, скорее всего, еврейский народ до конца не знали. Но они знали, что Моисей им говорит, Моисей говорит и фараону, и евреям, «Та вдун» — это «элоюмбе деаразе» — «вы будете служить Богу на этой горе». То есть они шли на некое служение Всевышнему. Приходит Моисей и говорит, «Я послан вам от Бога ваших отцов» Авраам и Цхакякова. И просто на секундочку нужно представить себе, и достаточно нам с вами легко будет смоделировать, пофантазировать на эту тему, потому что те евреи и то их отношение к традиции, которые мы знали в Советском Союзе, буквально в последнее время, до еврейского возрождения, назовем так, это не приблизительно то, что было у евреев в Египте. Это было такое духовное состояние. То есть где-то дедушка что-то, может быть, какой-то был Песа, где-то был Йом-Кипр, но это, а может быть, и того нет. Бабушка говорила наидыш. Ну, правда, Медраж говорит, что не изменяли своих имен, не изменяли свои одежды, своего языка, особенного еврейского, который был у них. Но говорили и на египетском, были, участвовали до этого рабства и начала гонения, участвовали в политике, участвовали в жизни культурной Египте. Ну, потом уже, когда была Тора, то меняли одежды, и имена очень многие из Вавилона перешли везде. То есть, скажем так, была еврейская идентичность, да, еврейская самоидентификация, что бы это слово ни значило. Но евреи в Египте понимали, что они какие-то... Да, когда они захотели, вот именно это очень важный принцип понять, когда они захотели. Потому что, знаете, египетское рабство, оно называется «мать всех галутов», то есть такое выражение. Потому что это был прообраз всего, в принципе, того, тех законов, скажем так, духовных законов галута, которые будут на протяжении потом, к сожалению, всей еврейской истории, которую мы знаем. Всех тех изгнаний, всех тех гонений и так далее. Как только евреи захотели забыть о том, что они евреи, то что делать Всевышнему? Он поставлен в жесткие рамки. Он напоминает, он посылает египтян, чтобы египтяне напомнили им, что они евреи. Как только они хотят выйти и распространиться. Ну, что тогда для Всевышнего были евреи? Ведь у них не было торы, не было заповедей, которые надо было соблюдать. У них не было требований того и того. Это же, в общем-то, было, в принципе, просто слово Авраам о том, который понял, что Бог один, и ему надо как-то служить. Так что им было напоминать, кроме поклонений идолов? Что было тогда у евреев? У них было прошлое, а прошлое это было Авраам, Ицхак и Аков. Великое прошлое и потенциал будущего, который оправдался. То есть в тот момент действительно есть медраж, который говорит, что ангелы сказали Всевышнему, когда евреи переходили через море, такую фразу сказали, и те, и те идолопоклонники, что ты делаешь? Почему эти проходят, а эти тонут? И Всевышнему пришлось, да, опять, конечно, пришлось искать юридическую кризисистику, оправдать, чтобы можно было, чтобы действительно прошли, вспоминая заслуги Авраама, вспоминая заслуги Иосефа, вспоминая какие-то заслуги самих евреев, все-таки, которые были там в Египте, то, что мы сказали, что что-то сохранили. Но действительно их положение, и что уникально тогда, вы абсолютно правы, что те, которые не хотели выйти, не забудем, что очень известный медраж и общепринятый, что четыре пятых еврейского народа осталось в Египте. Не пошли с машины? Погибли. Погибли в Египте во время казни тьмы. Четыре пятых. Вышла одна пятая. Это медраж, который приводит раз. То есть это не те, которые остались после исхода и там смешались, а погибли еще до начала исхода. Еще, да, во время девятой казни тьмы, так пишет Раши, Раши приводит медраж, что вышла всего одна пятая еврейского народа. То есть эта казнь была в основном не столько против египтян, сколько против... Да, казнь тьмы действительно была уникальна, что как минимум основная ее часть была для того, чтобы египтяне не видели, как гибнут евреи, и не сказали бы, что наш Бог тоже за нас, тоже может постоять. Один раунд его. Поэтому, чтобы они не видели этого, то Всевышний скрыл смерть евре. То есть у евреев тогда был выбор. Это больше, чем Холокост. Это по разным подсчетам, ну, можно сказать, около 12 миллионов. Да, в общем, не очень. С современным гуманистическим представлением как-то плохо сочетаются. Ну, сейчас вопрос, может быть, здесь даже другой, а почему, собственно, погибать? Ну, не хотите выходить, оставайтесь египтянами. Вот здесь получается такой ответ, что нет у еврея такого вот широты, такой выбора. То есть ты либо со Всевышним, либо нигде. И это зависит от самого еврея, насколько я понимаю. Да. Даже тогда, даже при выходе из Египта. Но это еще до Торы, до насева нишма, до принятия. Да, до насева нишма. То есть у евреев вообще не было никакого выбора. Есть такой замечательный комментарий Любавического Рэбби на вопрос, ну, все знают, что в пасхальной Агаде есть четыре сына. Есть вопрос сына грешника, который говорит, что это за служение у вас. И мы в Агаде написано, дай ему по зубам, скажи, если бы ты был там, ты бы не вышел. И Рэбби в очень свойственной ему манере говорит, ну, как так, выгонять еврея с Эдора, какой бы он ни был, ну, сядь, расскажи ему, объясни ему. Он говорит, ты неправильно понимаешь. Дай ему по зубам, это убери у него его колючесть, его, то, что он хочет кусаться, и скажи, если бы ты был там, ты бы не вышел. Там, до горы Синай, был выбор ограниченный, но пойти или погибнуть в Египте. Но ты сейчас не там, ты здесь. Здесь выйдут все. Так Рэбби объясняет. Это то, что мы отвечаем сыну грешнику. Ну, мы знаем, что такие разделения были во многих местах. Было в Вавилонске, когда возвращались евреи в землю свою уже, в Израильскую. И там многие остались в Вавилонии, писали там Талмуд. И мы знаем, что в очень многих местах евреи бы остались в изгнании, в Галуте. Да, там такая возможность была. Есть тоже известный очень комментарий, каббалистический. Ну, есть такие, не будем объяснять это подробно, все равно объяснить-то невозможно, что есть некие духовные 49 ступеней нечистоты. И если бы евреи попали на 50 ступень чистоты, уже не было бы возможности выхода. И поэтому, собственно, и была вся та поспешность выхода из Египта. Нужно было бежать оттуда. Всевышний их вывел быстро. Но пишут комментарии, каббалистические комментарии, что в последнем Галуте, в нашем Галуте, в нашем изгнании, мы находимся и на 50 ступени чистоты. Так пишет, например, Рахайман, говорит, что 50 ступень чистоты – это атеизм. Когда человек вообще не видит ничего, кроме материального мира. И он говорит, что, тем не менее, мы можем выйти все равно. Почему? Потому что мы уже после дарования Тор. И то же самое было там. Тогда, опять-таки, говорит, вот эта тема Песаха – это начало, это зарождение. Тогда решалось, как самые неизлечимые, скажем так, изменения в организме – это те изменения, которые заложены в генетике, мы знаем. Там ничего нельзя поменять. Сломал руку взрослый человек, можно подправить, можно наложить гипс. А там, где происходит что-то в начале, там решается все. На уровне ген там невозможно ничего поменять. И там все зарождалось. Потом в Вавилоне, в Персии, это уже было после дарования Тора, они уже могли держаться, несмотря на окружение. А вот почему так случилось, что именно Маца, хлеб, который называется одновременно и хлебом свободы, и хлебом рабства, стало самым главным символом еврейства. Больше, чем шафар, больше, чем минора, больше, чем все, что угодно, талис, гипа. А именно вот Маца провела вот это вот отделение и стала символом еврейского народа. Собственно говоря, ее едят всего лишь неделю. И неужели это так важно, Маца? И опять вот на той же, я отвечу, в той же стезе, в той же колее, то, что я вам говорил. Это начало. Вообще, если мы говорим, ну, на секундочку, вам такой весь пошел, такой парадокс. Нигде нет в законах кашрута, да, что какая-то вещь, она разрешена или запрещена на время. То есть, ну, если там, не знаю, свинина, да. Ну, если запрещена, то запрещена. Если разрешена, то разрешена. Обычно весь год хлеб, это очень почетная вещь, на него говорят браху, он всему голова, он, так сказать, выполняет функции. Даже во время кедуша его прикрывают, чтобы не обидеть его, что говорят не на него первым браху, в общем-то, такие-то. Вдруг приходит песок, и на этот бедный хлеб выливаются тонны грязи, его уничтожают, за ним охотятся, да, и говорят, что это, значит, гордыня, символ гордыни. Ну, если это плохо, давайте не кушать весь год. Давайте вообще не будем использовать. И ответ вот в том же ключе, который действительно хамец, хлеб, закваска, она символизирует некое эго, но эго же не обязательно отрицательная вещь. Это честолюбие, это не обязательно отрицательная вещь. Это желание человека расти и понимать, и это нужно, и это хорошо. Когда, это хорошо, когда основанная база, это то, что называется у нас в хасидизме бетуль, это аннулирование чистой веры. Шашлык, это хорошая еда, великолепно, да, но младенцу мы даем его? Нет, потому что младенцу... Песах, это младенчество, это начало, там должна быть особая еда. Это хлеб чистой веры, чистая вера. Потом, когда ты построил все, вот эти семь дней, это начало на чистой вере, потом ты можешь добавлять туда эго, и нужно добавлять свое понимание, желание роста. Ну, кстати, мы всегда же говорим, благословяем лахом, хлеб, а не хамед. Мы даже разделяем эти два слова. Совершенно верно. Это, в принципе, это хлеб, и это хлеб, и это хлеб. Там разницы никакой нет. И совершенно верно, что вы заметили, что вот этот вот парадокс, который есть в Маце, он одновременно и символ рабства, потому что мы говорим в начале агады, вот хлеб бедности, который ели наши прадцы в Египте. Да, и мы говорим, что это хлеб свободы, потому что так поспешно вышли, что не успело тесто закваситься. Это парадокс, который есть в самой Маце. Одновременно и бедность, и свобода, и объединяет их одно, чистая вера. То есть, когда человек беден, но беден позитивно, он убирает свое понимание, он становится рабом, но рабом Всевышнего. Ну, хорошо. Надо есть мацу в качестве того, чтобы показать, что мы вот сейчас тоже пытаемся на спирали оказаться в том же периоде выхода. Надо не кушать квасное. Бывают периоды. Но у евреев есть традиция полностью избавляться от хамеца, даже формально, даже казуистически. Делая вид, будто ты его продаешь только на эти 7 дней, а потом он снова к тебе возвращается. И понятно, что это некая игра в прятки самими с собой, с законами, нахождением лазеек. Почему создается вот такой ажиотаж по этому поводу? Ведь можно просто сказать, ну вот мы его закрыли, в это время не употребляем. Почему надо поднять такой кипиш? Вы знаете, есть такое красивое объяснение в том ключе, которое мы вам говорили. Действительно, мы не понимаем, почему такой кипиш. А в том-то и дело, что не надо понимать. Потому что если ты говоришь, что все вера, ну так и будь рабом, и не понимай, и убери свое понимание. Но мы же хотим стать свободными. Ваш вопрос основан на том, что давайте-ка объясните, да, я хочу понять. Мы все хотим понять. А вот это вот желание понять, это вот это уже часть эго. А не надо понимать. Это может быть некая уловка, но она на самом деле, что-то в этом есть. Потому что действительно в Песах некоторые, ну обычаи, которые мы увидим у различных общин, даже здесь даже не по общинам, а просто по домам, по конкретным семьям. У каждой семьи может быть своя традиция. Но люди доходят иногда до каких-то абсолютного сумасшествия. Ну я с добротой, конечно, говорю. В их чистят яблоки и помидоры, огурцы, хотя никакого хамеца там, может быть, и рядом не стояло. Вот. Тем не менее, вот в этом ключе ответ. Потому что, ну, если вы хотите, можем, ну, вкратце я скажу более такой каббалистический ответ. Написано, что Песах – это некое исправление греха Адама. Потому что Адам тоже первый грех, первый запрет, он был связан с едой. И по некоторым версиям это была пшеница. Несмотря на то, что это было дерево, я знаю, все. Это было дерево, тогда пшеница была деревом, за это, после этого греха и была понижена до злака. Так написано. Но, и вот мы исправляем это. А грех Адама состоял именно в том, что он решил пойти за своим пониманием, за познанием добра и зла. И поэтому лечение там же, где падение, да, что мы убираем свое понимание и идем вот за этой вот такой, хорошей сумасшедшенькой такой. У нас есть две почти не противоречащие друг другу заповеди. У нас есть заповедь кушать мацу, но она относится только к первой ночи, ну первым двум ночам в Галуте. И заповедь не кушать и не иметь, и не владеть, и не употреблять, и даже не видеть хомец все восемь дней Песах. То есть, в принципе, маца нужна на один вечер. Совершенно верно. И все. Ну, в изгнании два вечера, да. Ну, да. Ну, в изгнании два вечера. Да. А все остальное время это, ну просто надо что-то кушать. Но можно с тем же успехом кушать картофельные драники и вообще не... В принципе, совершенно верно. То есть, маца это не весь Песах. Маца это только один момент, вот эти вот три листочка на Седер, Афикаман. Ну, кроме одного-двух законоучителей, которые говорят, что не обязанность, но митцва есть все семьи, большинство согласны, что это даже не митцва. Это даже не митцва. В первые. Даже не заповедь. То есть, не только не обязанность. Главное, это не есть хлеб, не есть хамец, и это можно заменить мацой при желании, но все-таки важно не делать, чем важно делать. Да. А почему же все-таки тогда евреи так стремятся все семь дней кушать мацу, и для них это не столько кулинарная традиция, сколько религиозный ритуал? Никто, так сказать, не отменял некой чувственной составляющей в этом, и некой... Все-таки действительно, как вы сказали, это символ, когда действительно это заповедь, вот я, может быть, не до конца тогда ответил на ваш вопрос, и пасхальная ночь, и весь Песох, опять, с той же традицией, что это вот некое младенчество и зарождение, и эта ночь, в принципе, все, что связано с этой ночью, ну и в общем, со всем праздником Песох, она посвящена детям. Ну, детям, в духовном даже смысле, ученикам, следующему поколению, когда эта ночь, когда мы передаем, вот эта цепочка, которая идет, она передается следующим поколениям. И поэтому, вот мы, наверное, и связываемся, потому что все-таки маца называется хлеб веры, так же в Кабале, да, что когда человек кушает и хлеб веры, и хлеб здоровья. Не знаю с точки зрения, значит, диетологии, диетологии против вещей, но доверяюсь нашим мудрецам, вот хлеб веры и хлеб здоровья. А, скажем так, психологического, психического здоровья, потому что, на самом деле, вера, она некий такой залог здоровья человеческого. В нашем мире, таком бурном, как написано в книге Зоар, что потоп спускается в этот мир, потоп информации, потоп событий, потоп мнений, которые мы находимся сейчас, нам нужен некий плод, некий ковчег, за который держаться. И вот эта вот вера, она может человека держать на плаву. И эту веру, базу для этой веры мы закладываем в Песох. Мы понимаем, почему, Сайдер, это так важно, потому что это начало, и мы рассказываем о исходе из Египта, пасхального году, расскажи сыну твоему и так далее. А почему последние два дня праздника столь важны, и они тоже имеют особый статус Йомтовы? Последние? А что там происходит? Мы же уже вышли из Египта, все утонули, мы уже пошли, а до горы Сина еще, ой-ой-ой, сколько времени? Я вам, значит, что произошло в седьмой день, ну опять, в диаспоре это два дня, в принципе, это последний седьмой день. Что произошло в этот седьмой день? В этот седьмой день мы перешли через Красное море, и египтяне утонули. То есть это необратимость? Это, во-первых, ну можно много говорить, но я вам скажу одну вещь. Можно выйти из Египта, но не всегда Египет выходит из тебя. Вот, пока живы те прежние хозяева, пока ты оглядываешься, ты бежишь вперед, оглядываясь назад, и ты все время помнишь, что за тобой кто-то может гнаться, это не до конца. Египет еще не вышел из тебя. Пока ты говоришь об освобождении, но видишь вокруг себя, и ты идешь к некому освобождению, к машинку и так далее, но с оглядкой назад, это еще не до конца освобождение. А вот когда уже прошли, и как вы сказали, что, наверное, необратимость, и там они увидели, что вот там изгнание закончилось. Есть старый добрый еврейский анекдот, который заканчивается в исламе. Кстати, Рабинович, это и вас касается. И что-то мне говорит, что то, что сейчас сказал Равин Альтман, касается не только еврейского народа, но и некоторых других народов, которые тоже выходят, и которым тоже бы неплохо увидеть необратимость своего пути к свободе. Спасибо большое, Кодор. Всего вам доброго. Я желаю вам всего самого лучшего. Приобретите мацу в центральной синагоге золотая роза. Маца должна быть в каждом доме на Песах. Готовьтесь к Песаху. Мы снова увидимся с вами через неделю. Мир вам. Шалом. До свидания. Легитраут. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»